я готов к экспериментам с клещами приветствую мои дорогие меня по прежнему зовут евгений и я по-прежнему продолжаю свои изыскания на тему защиты от клещей в этом видео я поведаю вам несколько тайн из очень непростой жизни клещей а также покажу работает ли в защите от кровососов дихлофос но для начала я скажу следующее я каждый год осенью собираю клещей на одних и тех же участках и веду некоторую статистику своих изысканий обычно в этом месте прямо проселочной дороге я ищу клещей и например осенью 2016 года вот в этом месте я ловил клещеловкой максимум за один проход 5-6 клещей осенью же 2017 года максимальный улов клещей на участке всего в два квадратных метра составил аж 10 штук это значит что в омская область их будет в 2018 году еще больше и в подтверждение моей гипотезы свидетельствует вот это фото которое сделал в мае 2018 года когда ловил клещей прямо в омске в 5-7 метрах от дороги я наловил вот эту пачку клещей примерно за 15 минут кто-то из-за мечей воскликнет ну их же травят да их травят в этом парке через эту асфальтированную дорогу их травили но на этой территории которая рядом с этим же парком клещей просто кишит а кишат они по одной причине у них есть кормильцы и это мыши и я даже думаю над тем чтобы поймать диких мышей и посмотреть сколько клещей сосет у них кровь если вы за вот такой непростой но опасный эксперимент вот тут поставьте лайк подпишитесь чтобы точно знать что новое видео у меня вышло на канале ну и конечно поделитесь им с друзьями а я вперемешку с рыбалкой буду снимать всякие видео о клещах ну а теперь я отвечу на вопрос который задают мне очень часто а что же делают клещи ночью и мой ответ ночью клещи также активно охотятся и вот кадры которые подтверждают мои слова эти клещи активно пытаются достичь мой палец ведь это живое тепло клещей не имеют глаз и поэтому они не различают какое сейчас время суток но он точно знает и различает запахи и живое тепло а теперь как вы думаете могут ли клещи выживать на открытом воздухе зимой как у меня жестких спартанских условиях просто в тетропаке ведь природе они засыпают под листвой прикрыты сугробами и у них есть подходящая влажность отсутствует полностью ветер и как следствие не проходит высыхание клещей и вымораживания напишите свои догадки на эту тему в комментариях под видео а довольно интересный ответ на него вы узнаете по ходу этого видео а сейчас переходим к экспериментам с дихлофосом скажу сразу не экспериментируйте на своем здоровье а пользуйтесь уже проверенными средствами например я уже тестировал такое средство как медилис комфорт который показал себя отлично в защите от клещей а также от комаров также у производителя компании медилис есть средства медилис ципер которым я обрабатывал территорию от клещей а в деревне я тестировал его работу на комарах и получил вот такой шикарный результат как это деревне без комаров на завтра попробуем обработать комаров новой химии медилис ципером обработать посмотрим что будет вообще прям самому интересно сейчас попробую выйди на улицу комаров вообще нет а видео с полым тестом этих средств будет в конце этого видео либо в описании под этим роликом продолжим по просьбам зрителей тест с дихлофосом думаю что состав дихлофоса у разных производителей по сути плюс-минус одинаков состав данного дихлофоса следующий тетраметрин 0,12 процента циперметрин 0,20 процентов пеперонил бутокс 0,4 процента при этом растворителе аж более 30 процентов и другие химические добавки для понимания чё к чему чуток опишу как они работают на примере тетраметрин если перейти на сайт пестициды точка ру то можно прочитать следующее синоним тетраметрин и неопианамин окей все понятно если говорить о действии на вредные организмы вещество вызывает быстрый паралич у членистоногих а теперь ударимся в глубину великих процессов механизм действия тетраметрин как и другие перитроиды при попадании в организм через дыхательные пути или вместе с пищей оказывают действие на нервную систему вещества этой группы нарушает процесс обмена ионов калия и натрия в перисинаптической мембране это способствует выделению избыточного количества ацетилхолина при прохождении нервного импульса через синаптическую щель насекомое сильно возбуждается возможны судороги конечностей с последующим параличом такое описание механизма действия я бы мог дать по каждому веществу которое содержится в дихлофосе думаю что всем все понятно и углублять глубину химических процессов думаю излишне но тех для тех людей которые не хотят знать где у них находится синаптическая щель хочу обратить внимание на самое важное это вот такое предупреждение дихлофосом нельзя обрабатывать одежду он довольно токсичен и при соприкосновение с кожей может привести к неблагоприятным последствиям уверен клещи хорошо разберутся с принципом действиям дихлофоса и лучше любых описаний покажут как они относятся к его составу мне самому интересно как же клещи отреагируют на дихлофос народ протестируйте свою интуицию и напишите в комментариях защитить ли дихлофос от клещей из подопечных у меня будут три клеща один из них уже у кого-то отпил крови а также будут еще два голодных клеща которые более замотивированы для поиска жертвы я по быстрому обрабатываю ткань и оставляю ее после обработки сушиться примерно на два часа подготавливаю баночку для реанимации и начинаю чтобы клеща не пугать я решил его сначала посадить на травинку а с как бы естественно снять обработанной тканью и тут меня заинтересовало то что клеща обработанная ткань не отпугнула первый клещ довольно быстро передвигался по краю обработанной ткани что меня совсем не устраивало и я пересадил его ближе к центру ну а дальше я наблюдал когда он отпадет с вертикальной поверхности после того как прошло около трех минут клещ даже не давал намеков что он готов спрыгнуть и я перешел к активным действиям и как вы видите это клещу особо не мешало но все таки после примерно 10 ударов и после беготни клеща чуток больше трех минут он все-таки упал но мне нужно было чтобы клещ на ткани находился хотя бы пять минут обычно я такое время беру для тестов и чтобы клещ не испугался я снова его помещаю на ткань далее клеща кладу в реанимацию для наблюдений но первое мое впечатление поразило то что клещ самостоятельно отпадывать от обработанной дихлофосом ткани не желал следующим желающим взобраться на ткань как ни странно оказался клещ который уже напился чей-то крови побродив всего 30 секунд клещ без всякой моей помощи отпал и я его понимаю ведь у него жизнь уже удалась он сытый и тяжелый сажать его снова на обработанную ткань я не увидел смысла следующий доброволец остался самец клещей вида дермоцентр он как-то нехотя переполз на ткань после того как он минуту просто просидел на ткани я стал ему помогать упасть но он держался очень стойко клещ никуда особо не двигался а вот когда я увеличил масштаб съемки увиденное я оценил так клещ делает попытку впиться в тряпку и после пяти минут вот такого поведения я пересадил клеща к сородичам для наблюдений и положил влажную палочку чтобы они не высохли когда я закончил эти экзекуции с клещами это было 10 часов вечера ровно через сутки я вскрыл свою баночку и увидел вот такую картину два клеща которые были на ткани пять минут были мертвы а клещ который напился кровью и провел на ткани всего 30 секунд был как ни странно живой и чувствовал себя вполне нормально вывод который я сделал из этого эксперимента довольно прост дихлофос меня сильно разочаровал из этого всего лично я бракую дихлофос как средство индивидуальной защиты от клещей во первых его нельзя наносить на одежду и уж тем более на тело во вторых клещи легко держались на ткани и потенциально могут доползти до вашего тела третье дихлофос по моему мнению активизирует клещей чтобы впиться единственный плюс дихлофоса это то что все таки он убивает клещей но при условии если они контактировали с ним хотя бы пять минут в общем моя рекомендация дихлофос как средство индивидуальной защиты и нанесения на одежду я не рекомендую но теперь давайте расскажу что произошло с теми клещами которые у меня зимовали на балконе во первых отмечу что морозы которые у нас были доходили по ночам до минус 35 градусов стандарт морозов зимой в 2018 году в нашей омской области был минус 30 градусов ночью течение зимовки я несколько раз пробовал клещам дать тепло своих рук и они довольно быстро оживали и практически сразу были готовы к охоте последний раз когда я их оживлял это был праздник да да 23 февраля для того чтобы у меня получилось оживить клещей и они не разбежались по соседям я принимаю беспрецедентные меры подготовки и осторожности о которых я не буду сейчас говорить здесь я покажу лишь одно я полностью обклеил края скотчем по крайней мере он затормозит сбежавших клещей а я успею их поймать честно говоря этот эксперимент для меня был действительно страшен так как я не знаю сколько их выжило все или половина как быстро они проснутся и начнут разбегаться и вот пока я дошел с балкона до кухни прошло всего 10 или 20 секунд и клещи начали проявлять первые признаки жизни после того как я их высыпал на ткань эта масса мало-помалу начала оживать чувство которые меня стали наполнять передать невозможно видно было что большая часть клещей погибло но примерно штук 10 все-таки были живые и на них можно было ставить эксперименты и я конечно это сделал оживление происходило примерно 7-10 минут а дальше они готовы к атаке и предложенный им палец был очень кстати чтобы они сильно быстро не разбегались я накрыл их рюмочками так как мой дальнейший план был сделать с ними один из экспериментов а какой именно я покажу в следующих своих роликах еще раз хочу напомнить пользуйтесь только проверенными средствами ну а сейчас я с вами прощаюсь до новых запоминающихся встреч если вы считаете видео интересным ставьте лайк и поделитесь друзьями берегите себя